И так, всех приветствую на канале. Надеюсь, меня слышно, запись пошла. Значит, сегодня у нас будет максимально полезное видео. Таких вы еще на ютубе не встречали. Вы встречали похожие, вот, но сегодня будут такие термины обговариваться, даже если вы все знаете, да. Я знаю, что много пришли сюда, которые уже все знают, большую часть информации. А кто-то просто новичок. Поэтому сегодня будет видео такое, как бы, для новичков, но и для старичков тут тоже будет очень-очень много полезной информации. Я буду рассказывать, что такое ордер-блог, правильный ордер-блог, да. Я буду рассказывать очень много факторов по поводу сессий, другое время, там не обед тот же, не с 12 до 13, да. Будет очень-очень много информации. В общем, просто досмотрите на конце видео, да. Вот. Значит, начнем. Для начала, чтобы убедиться, чтобы вы убедились в моих менторских, скажем так, способностях, да, что я все-таки могу. Вот. У меня есть телеграм-канал. Вот. Допустим, вчера я предсказывал, что мы, ну, отмечал ликвидность вот здесь, что мы ее заберем, мы ее забираем. То есть, я как бы веду телеграм-канал, как твиттера и сети ведет, то есть, обращаю ваше внимание на какие-то детали тут. Вот. Или, допустим, сетап утренний был от АФВГ, да. Или, допустим, так-так-так-так-так-так-так-так. Отмечал Daily High by Side Liquidity. Мы его снимаем тоже тут. Вот. В общем, тут очень-очень много всего. Скажем, можете просто зайти, почитать, полистать. Я все это, скажем так, говорил вам до того, как это все произошло. Вот. В общем, много, много тут есть информации. Если будет интересно, можете зайти, почитать. Ликвидность вот здесь отмечал. Мы ее снимаем тоже. Сетапы. Вот, видите? Отмечаю ликвидность вот здесь. И все так и происходит. Мы ее снимаем все полностью. Вот. Поэтому в менторских моих способностях, можете даже не сомневаться, вот. Значит, тема видео. Какие темы сегодня будет видео? Логика поставки ликвидности, классы существующих активов, инструменты смарт-мани, структура рынка, сессии, базовые термины и сила трех. Ну, на самом деле, сила четырех, но ICT говорит сила трех. Значит, приступим. Первое. Логика поставки ликвидности. Что вы должны понимать, это то, что Marketplace, сам график, это как магазин. И бизнесмены в этом магазине, это крупные банки, инвестиционные фонды, люди с очень крупными капиталами. И они управляют этим рынком. Представьте, что у вас есть магазин. Допустим, нет, хорошо. Представьте, что у вас есть 100 тысяч долларов. Вы на эти 100 тысяч долларов открываете свой магазин. Допустим, продуктовый магазин. В этом продуктовом магазине на все продукты цены выставляете именно вы. Значит, вы выставляете цены на все продукты, вы контролируете, скажем, цены, поставки и так далее в этот магазин свой. И вы там бизнесмен, вы там главный. Точно такая же аналогия и с рынками. Все рынки сфальсифицированы, они находятся под контролем. И контролируют эти рынки именно люди те, которые имеют очень крупные капиталы. Это, допустим, Федеральный резерв США, у которого капитал 193,5 миллиарда долларов. Это все банки мира, они, скажем так, с собой сконнекчены. И они заранее обговаривают их действия на грядущую неделю. Какие они, ну, что у них это делать с ценой? Ввести ее или вверх, или вниз? Или, допустим, просто консолидироваться? Или очень-очень много всего. В общем, это все уже предусмотрено. И это все можно предугадывать, и на этом можно зарабатывать реальные деньги. И я здесь научу вас это делать. Значит, ликвидность поставляется в первую очередь алгоритмом ИБДА. Интербанк, прайс-деливери алгоритм. Есть моменты ручного вмешательства. Это когда, допустим, ньюс-драйвер, когда у нас есть новости, выходят в 8.30, в 10, там, в 2 часа дня или в 2 часа ночи. У нас есть ньюс-драйвер, который классифицируется как ручное вмешательство на Marketplace. Вот. И такие моменты мы, скажем, не торгуем вообще. И предугадывать их очень сложно, но можно. Их можно предугадывать, но это сложно. Значит, все пространство графика должно быть задействовано эффективно. Что я имею в виду? Допустим, у нас есть график. Вы не пугайтесь, если что, у меня тут куча графиков. Допустим, мы перейдем на NASDAQ и мини-контракт. Сейчас мы поговорим, что такое NASDAQ, если кто-то не шарит. Вот. Значит, NASDAQ у нас есть. В общем, пространство графика должно задействовать быть все эффективно. То есть, на графике есть неэффективные области, которые, скажем, магнитят цену. И цена в конечном итоге, видите, к ним приходят отмеченные области здесь. Значит, сейчас мы все это разберем подробно. Все пространство графика должно быть задействовано эффективно. Он не безразмерный. Он очень и очень ограниченный. И ликвидность на графиках доставляется в рамках разумного. Что я имею в виду? Допустим, у нас есть евро-доллар. И евро в соотношении к доллару является валютной парой Форекс. Сейчас мы поговорим о том, что такое Форекс, если кто-то не знает из вас. Вот. И маркетмейкер, то есть человек, который строит график этот весь, да, который, скажем, тот же Федеральный резерв США, они должны доставить эту ликвидность, то есть предложить цены таким образом, чтобы эффективно продать или купить какой-либо из активов. Но они не могут сделать евро тот же за считанные секунды или недели стоить не по одному доллару с копейками, как он стоит сейчас, а, допустим, 3 доллара. Потому что это очень сильно повлияет на мировую экономику. Поэтому рынки движутся в рамках разумного. Вот. Поставщик ликвидности – это юридическое лицо, которое предоставляет более выгодные условия обмена торговли за счет имеющихся больших объемов, то есть денег. То есть, простыми словами, те, у кого больше денег, те и управляют. Больших объемов спроса и предложения. Его можно сравнить с крупным оптовым поставщиком товаров розничной сети. Да? В общем, допустим, у вас есть магазин и у вас есть поставщик продуктов в этот магазин. Вот это что-то типа того. Поставщик задает вам цену, а вы просто делаете свою наценку. Вот. Все рынки сфальсифицированы и находятся под контролем. Это я уже сказал, что управляют этими рынками не объемы покупки-продажи, не спрос-предложения именно для Форекса и индексов, а алгоритм, в первую очередь ИБДА. Это алгоритм, который строит графики, который рисует цену простыми словами. Графиками документируется изменение цены того или иного актива. Мы можем зарабатывать деньги на том, что мы будем предсказывать, куда этот актив может прийти. Вверх или вниз, в лонг или в шорт. Значит, многие думают, точнее как многие, 99% думают, что это или зоны поддержки сопротивления, или какой-то спрос-предложение. Да, для, скажем, сейчас мы обо всем этом поговорим. Очень много мыслей в голове. В общем, ликвидность. Что такое ликвидность? Ликвидность – это настоящие ордера людей, то есть заказы, то есть позиции на покупку или продажу. Эта ликвидность находится в определенных местах графика. И график постоянно хочет обмануть этих людей, то есть забрать их ордера, открытием ордера, заказы, чтобы они вошли в противоположную сторону и чтобы они теряли деньги. Вот. И эту ликвидность поставляют так, в те места, где эта ликвидность есть, где есть эти ордера, так, чтобы не оставалось неэффективностей. Неэффективности в ценообразовании – это ценовые разрывы. Сейчас мы к ним еще вернемся. В общем, простыми словами, вы, скажем так, торгуете, предсказываете, куда будет идти график, это можно сделать. Это можно практически любую свечку каждую предсказывать. Вот. И на этом вы получаете деньги на разницу активов. Допустим, вы купили подешевле, продали подороже. Значит, ликвидность поставляется эффективно, я уже сказал, в рамках разумного. Не будем задерживаться тут, мы еще будем по ходу лекций это все обсуждать. Вот. Поехали дальше. Пример поставки ликвидности. График NASDAQ, где каждая отдельная свечка – это один день. То есть, это дневной график NASDAQ. NASDAQ – это индекс, один из самых популярных индексов. Ну, там их всего четыре. Вот. Ликвидность поставляется. То есть, график документирует то, как была поставлена цена в тот или иной промежуток времени. На этом графике, на этом таймфрейме, каждая отдельная свечка – это один день. Поехали дальше. Какие активы вообще бывают? Форекс. Один из самых популярных активов. Сопоставление цены одной валюты к другой. Например, стоимость британского фунта в долларах США. Или валютная пара Форекс, ГБП, USD. То есть, это стоимость британского фунта стерлинга в долларах США. Есть, допустим, валютная пара АУД, USD. Это стоимость австралийского доллара в долларах США. Значит, фондовые индексные фьючерсы. Сводный индекс, вычисляемый на основе цен определенной группы ценных бумаг, такие как S&P 500, Standard & Poor's 500, NASDAQ и Dow Jones. Dow практически никто не торгует. У нас фокус будет на S&P 500 и NASDAQ. Это просто индексы. Это как отдельный класс активов. Вот, и это премиальный рынок, но он более точный. Он ходит более точно, и там можно прям снайперскую торговлю вести. Криптовалюта. Децентрализованная сеть электронных активов, основанная на блокчейне. Я думаю, все знают, что такое криптовалюта. Не будем на крипте долго задерживаться. Вот, облигации. Облигации – это билеты государственного займа. То есть, государство берет в долг у гражданина и выплачивает ему процент при возврате долга. Бумага, подтверждающая займ, называется облигацией. То есть, вы владеете облигацией, это вы владеете доказательством того, что вы дали в долг государству. И государство вам этот долг возвращает с процентами. Это называется облигация. Сырье. Физические активы, такие как нефть, золото и металлы. Сырье, допустим, металлы – тоже золото, да. Так как это сырье, сырье имеет тенденцию к спросу и предложению. Поэтому ICT не торгует золото, не торгует ничего, там, медь и так далее, да. Переходим дальше. Надеюсь, по активам более-менее понятно. Форекс – это все валюты мира. Это сопоставление одной валюты к другой валюте. То есть, цена одной валюты в другой валюте. Фондовые индексные фьючерсы или просто индекс фьючерсы – это класс активов, более премиальный рынок, S&P 500, NASDAQ, все, что нужно знать. Криптовалюта вы и так знаете. Облигации – это займ государства. Сырье – это физические продукты, активы. Все, поехали дальше. Фондовые индексные фьючерсы, еще раз поговорим, делятся на контракты по месяцам. Значит, фьючерсы имеют именно фондовые индексные фьючерсы, не криптовалютные, не какие-то там еще какие-то фигня, это не надо, нет. Фондовые индексные фьючерсы делятся на контракты по месяцам и контракты как объемы. Объемы – это то количество денег, на которое вы заходите в сделку. Чем больше объем сделки, тем больше процент вы будете получать с каждого движения. Скажем, допустим, вы зашли в сделку на один объем, и за 200 пунктов вы получили 200 долларов. Или вы зашли на 20 объемов, и с каждого пункта вы получили по 20 долларов. То есть это в 20 раз больше денег вы получили. Поэтому объем – это очень важная составляющая трейдинга. На какой объем денег вы заходите? Вы можете иметь 10 тысяч долларов на аккаунте, но заходить на объемы миллион долларов или контракты, как у индексов. Значит, контракты по доставке, по месяцам делятся они. Значит, если мы перейдем на график, у нас сейчас имени NASDAQ, 100 фьючерс – это NASDAQ, индекс. Септембр 2024, то есть сентябрьский контракт 2024 года. Дневной график, опять-таки, дневной график этого индекса – это сентябрьский месяц доставки контракта. Сентябрьский контракт с середины июня до середины сентября, то есть с 15 июня до 15 сентября. Декабрьский контракт с середины сентября до середины декабря. Мартовский контракт с середины декабря до середины марта. И, наконец, июньский контракт доставки этого индекса с середины марта до середины июня. Также они делятся на контракты торговли по объемам. Майкро – 5 долларов за каждый хэндл, имени – 20 долларов за каждый хэндл и полный контракт торговый – 50 долларов за каждый хэндл или пункт. На данном графике мы можем видеть приставку имени, то есть имени NASDAQ 100 Futures. То есть на этом графике за каждое движение цены вы будете получать 20 долларов. 20 долларов, допустим, видите цену, допустим, сейчас у нас есть 21 500. Если цена станет 21 501, вы получите 20 долларов, если вы зашли вверх. Думаю, это понятно. Переходим дальше. Поговорим про стадии на графике. Какие они бывают? Бывают расширения. Расширения – это когда цена движется только в одном направлении, без коррекции, без отходов назад или в общем в противоположном направлении. То есть движение цены только в одном направлении. Это расширение. Допустим, тут мы можем видеть long. Long – это когда цена движется вверх. Long – это у нас расширение вверх, то есть в long. Консолидация. Консолидация или же аккумуляция – это движение цены в тоннеле, без ярко выраженных движений односторонних, вверх или вниз. То есть когда у нас цена ходит туда-сюда, туда-сюда. Консолидация есть вот здесь, слева от этой области, здесь, да. И вот здесь, снизу тоже. В общем, консолидация – это движение цены без ярко выраженных вот таких вот сильных движений вверх или вниз. Это консолидация или аккумуляция. Коррекция и откат. Движение в обратную сторону после расширения. То есть у нас было расширение в long – вверх. И, видите, эти черные свечки – это как бы коррекция в обратную сторону, корректируют этот актив. В данном случае золото. Корректируют цену, как я и сказал. Обычно откатываются на 20-30% в обратную сторону от расширения, иногда 40%. То есть у нас было лонговое движение, консолидация, лонговое движение, расширение, коррекция или же откат вниз и дальше расширение наверх. И разворот. Разворот – это момент времени, когда цена разворачивается в обратную сторону. Смена состояния поставки ликвидности. То есть если цена шла вверх, то алгоритм был в программе покупки, то есть в программе доставки ликвидности на сторону покупателя. Когда происходит разворот, алгоритм меняет сторону поставки ликвидности на обратную. То есть программа вступает в силу, которая начинает предоставлять не покупки, а продажи. И график начинает идти вниз. Или же вверх, если он шел вниз и начинает предоставлять сторону покупки. Думаю, это понятно. Как это выглядит на примере? Расширение вниз. Зеленая область – это расширение вниз. Коррекция, откат. То есть или коррекция, или откат, называйте, как хотите. Расширение вниз. Коррекция наверх. Примерно на 30-35% от этого всего зеленого диапазона. Расширение, коррекция. Еще одно расширение вниз. Потом разворот и расширение. Разворот, расширение наверх. Откат, консолидация, откат вниз. Расширение, расширение, консолидация, расширение опять. Коррекция, расширение. Значит, расширение, коррекция, расширение, разворот и расширение То есть, вот как выглядит на примере эти стадии Движение вниз, коррекция наверх, движение вниз опять И разворот, это когда график шел тут вниз, а сейчас он идет наверх И в этих расширениях, откатах и коррекциях есть консолидации То есть, синяя область вот здесь Более-менее, думаю, понятно Стоп-лосс и тейк-профит Стоп-лосс это защита вашей позиции То есть, ваш максимальный риск на сделку Тейк-профит от английского слова take, то есть взять прибыль Автоматическая фиксация вашей прибыли со сделки То есть, если вы заходите в сделку Видите границу между зеленой областью и красной Вот эта вот линия посередине здесь Значит, это цена, по которой вы зашли в сделку Значит, стоп-лосс это ваш риск Если бы цена пошла ниже, она бы забрала ваш стоп-лосс И вы бы автоматически вышли со сделки с фиксированным убытком То есть, с максимальным, скажем, убытком, который вы вложили в эту сделку С максимальным риском Скажем, максимальный риск на эту сделку у вас был 100 долларов А take, profit это там, где вы забираете автоматически прибыль Был бы, допустим, 400 долларов Значит, take, profit это там, где вы автоматически забираете прибыль свою Когда график достигает этой области А стоп-лосс это вы выходите со сделки автоматически с риском максимальным вашим Который вы вложили в эту сделку Про правильную расстановку стоп-лоссов, take, profit я буду учить в лекциях У меня есть плейлисты на канале Два плейлиста Второй плейлист про реальные смарт-мани Четвертая лекция там должна будет выйти Буду рассказывать там про правильную расстановку стоп-лоссов И очень-очень много полезной информации Которую вы даже еще не слышали Даже если вы смотрели ICT ролики Вы о ней еще не слышали Значит, неэффективности в ценообразовании Как раз-таки это разрывы справедливой стоимости Это наши фейер-валю гэпы Гэпы или FVG FVG, он же фейер-валю гэп Также называемый ценовым разрывом Имбалансом FVG Гэпом Разрывом справедливой стоимости Это все его имена Можете назвать как хотите Это область на графике В которой отсутствует доставка ликвидности В одну из сторон Эта область является неэффективной Возникает такой ценовой разрыв Из-за отсутствия обратных заявок В конкретный момент времени FVG делятся на два основных видах BC и CB BC это Buy Site Imbalance Sell Site Inefficiency И CB это Sell Site Imbalance Buy Site Inefficiency Что я имею ввиду? Пример BC Значит, BC это у нас, когда есть первая свеча, вторая, третья И они закрыты вверх То есть фланговые свечи Свечи закрыты вверх, когда цена закрытия находится выше, чем цена открытия Свечки Значит, между максимумом первой свечи и минимумом третьей свечи Вторая свечка В области второй свечки Была предоставлена ликвидность только на сторону покупателя Но не на сторону продавца Поэтому эта область неэффективна А как я упоминал ранее Market Maker, то есть все эти крупные игроки, скажем Они должны поставить ликвидность на этот Marketplace так Чтобы задействовать все неэффективные области в этом ценообразовании И заработать как можно больше денег Да Значит, в этой области отсутствовала доставка ликвидности на сторону продавца Поэтому этот диапазон между максимумом первой свечки и минимумом третьей свечки неэффективен Представьте, что вы дома делаете ремонт И вы красите стену Вы взяли валик, макаете его в краску Прикладываете к стене и ведете вниз Вы ведете вниз, сначала все хорошо У вас нету, скажем, никаких закрашенных участков То есть все закрашено и дырок нету в этой краске Пока вы ведете вниз, краски на валике становятся все меньше Поэтому начинаются какие-то пробелы на стене в краске И вы ведете валик вверх обратно, чтобы опять закрасить эти пробелы Которые образовались из-за отсутствия краски График делает примерно то же самое То есть рынок это стена, а график это как краска Значит краска должна закрасить все эти дырки, скажем, эффективно Скажем, закрасить их Поэтому цена рано или поздно вернется в эти неэффективности Чтобы закрасить их и предложить там отсутствующую доставку То есть вторая свечка доставляла нам только сторону покупки А сторона продажи отсутствует На рынке можно только продавать или покупать И на этом основывается все вообще понимание алгоритма СИБИ, да, то есть это БИСИ Бай-сайд имбаланс, сэлл сайт инефициency То есть бай-сайд это имбаланс стороны покупателя Сэлл сайт инефициency это то, что сэлл сайт То есть сторона продавца в этом диапазоне была неэффективна То есть что здесь неэффективного? Сторона продавца А что это за имбаланс? То есть имбаланс, то есть FVG БИСИ, то есть бай-сайд, то есть покупка Да? СИБИ, обратная ситуация Sell-side imbalance, buy-side inefficiency. Что здесь было неэффективно? Если это SIBI, sell-side imbalance, то есть это imbalance стороны продавца. В этом диапазоне неэффективно была доставлена ликвидность на сторону покупателя. То есть buy-side inefficiency, то есть неэффективность на стороне покупателя. Это пример SIBI. В этой области отсутствовала доставка ликвидности на сторону покупателя. Поэтому этот диапазон между минимумом первой свечи и максимумом третьей свечки неэффективен. Ликвидность должна была поставлена быть эффективна. Но в этой области она была поставлена неэффективно и образовался ценовой разрыв. Поэтому график вернется в эту область, чтобы в будущем ее ребалансировать. Почему этот ценовой разрыв важен и почему цена должна туда прийти? Почему он вообще образовывается? SIBI или BISI образуются потому, что в момент прогрузки этой свечки с обратной стороны не хватает должного количества обратных заявок, которые могут покрыть весь объем. В данном случае, если у нас есть SIBI, и мы находимся наверху этой второй свечки здесь, и мы продаем, то есть, скажем, крупный игрок на очень-очень большие деньги заходит в шорт, то есть вниз. Но с обратной стороны у этого крупного игрока отсутствуют люди, которые готовы выкупить у него его шортовые позиции. То есть, покупатели отсутствуют внизу. Поэтому в момент прогрузки этой свечки из-за отсутствия обратных заявок и образовывается ценовой разрыв. То есть, в этом разрыве полно продавцов, полно заявок на продажу, но нету обратных заявок на покупку. Эти диапазоны как SIBI, так и BISI, они неэффективны. Это как вы красите стену, как я уже объяснил, и у вас дырки. Вы должны валиком вернуться в эти дырки, чтобы закрасить их в эти пробелы, в краски. Swing low и swing high. Swing low от английского слова минимум колебания. Swing high – это максимум колебания. Под каждым минимумом колебания и максимумом колебания находится ликвидность. То есть, заявки на покупку или продажу. Потому что в трейдинге есть такая стратегия, как на прорыве. Допустим, если прорывает вниз, то все заходят вниз. Поэтому у них уже под этими swing low, то есть минимумы колебания стоят, ордера на продажу. И как только цена достигает этой области, они заходят в short. А цена разворачивается и идет в обратную сторону, то есть бреет их всех. Аналогия такая же со swing high, то есть максимумом колебания. На прорыве люди заходят в long. То есть, у них стоят уже ордера тут на покупку. У меня есть отдельный видеоролик про ликвидность на канале. Я оставлю ссылку в описании на это видео. Можете зайти посмотреть про ликвидность. Там я подробнее объясняю, что такое ликвидность. Вот, минимум колебания, максимум колебания. Под каждым и над каждым находятся ордера. То есть ликвидность. То есть цели для графика. ICT, ордер блок. Вот мы и пришли в одну из самых интересных точек нашего видео. Ордер блок это зона, в которой крупные игроки закрывают свои убыточные позиции, как минимум без убыток. Ордер блоки призваны поддерживать ценовое действие. Ордер блоки, как и разрывы справедливой стоимости ФВГ, могут стать инвертированными и поддерживать ценовое действие, но уже с обратной стороны. Что я имею ввиду инвертированные ценовые разрывы? Допустим, перейдем на минутный график NASDAQ. Вчера была сделка, трейд. И даже не на минутный. Я думаю, надо возвращаться в... Нет, на минутный. Нормально. Значит, у нас есть ФВГ. Как он выглядит на графике? Вот наш разрыв справедливой стоимости. Мы этой свечкой здесь его инвертируем. То есть мы должны этим разрывом были поддерживать ценовое действие. То есть потому что это BC. Почему BC? Потому что зеленая свечка, то есть лонговая. То есть в этой стране отсутствовала поставка ликвидности на сторону продавца. Этой свечкой мы инвалидируем его. То есть не поддерживаемся и не уходим наверх. То есть мы сказали этому ценовому разрыву, что типа все. Либо ты инвертируешься, скажем так, да, и ты, скажем, теперь инвертированный. Простая аналогия в уровне детский садик. Ну ладно. Значит, и теперь мы должны поддерживаться этим ценовым разрывом, но уже снизу. Не сверху, а снизу. То есть это А и ФВГ, инвертированный ценовой разрыв. Думаю, более-менее понятно. Что такое ордер блок? Значит, есть такой термин, как хеджирование. Вернемся опять-таки на график. Хеджирование это, скажем, когда у вас есть позиции, открытые и в лонг, и в шорт. То есть, чтобы двигать эту цену, крупные игроки открывают позиции или в лонг, или в шорт, но на очень огромные суммы денег. И двигают они эту цену либо в области неэффективности, либо в области ликвидности. У нас здесь минимум колебания. Минимум, кстати, то, что я не сказал про минимумы колебания. Это когда у нас минимум колебания. Это по центру свечка самая низкая, справа слива от нее свечки с более высокими максимумами. Простейший паттерн трех свечей. Swing high, то есть максимум колебания, по центру самая высокая свечка с самым высоким максимумом, справа и слева от нее с более низкими максимумами свечки. Реальный пример swing low, то есть минимума колебания вот здесь. По центру самая низкая свечка, справа слива от нее более высокие. Значит, у нас находится здесь sell-side liquidity. То есть ликвидность на стороне продавцов. То есть тут люди готовы продавать. Хотя это уже слишком дешево для продажи. Да, я объясняю, что такое скидка премия. Тоже в своих лекциях. Посмотрите первый мой mentorship. Это вроде бы, ну, первый плейлист на канале. Не реальная смарт-мания, а просто первый плейлист полностью. Посмотрите тоже. Там я много чего объясняю. Sell-side liquidity. Мы ее взяли. Чтобы взять ее, крупный игрок открыл шортовые позиции вот здесь. Значит, открыл шортовые позиции. И опустил цену к этой ликвидности. Забрал эту ликвидность. И от чего он отскочил? Он отскочил от ордер-блока. Ордер-блок, допустим, свечка вот здесь. Но это как многие могли бы подумать. На самом же деле, ордер-блок, это вот эти свечки здесь. Почему эти свечки здесь? Потому что они больше, чем эта одна. То есть три эти последовательные свечки вниз, это ордер-блок. То есть, смотрите, допустим, аналогия вот здесь какая. Мы опускаем цену к ликвидности. Значит, мы открываем шортовые позиции. Далее, тут мы закупаемся лонговыми позициями. То есть, лонгами. То есть, ставим prediction на то, что он идет вверх в график. И график начинает идти вверх. И у вас уже тут есть прибыль по лонговым позициям. И убыток по шортовым позициям. Чтобы закрыть этот убыток по шортовым позициям, это называется хеджирование. Когда у вас есть и лонговые, и шортовые позиции. Чтобы закрыть убыток по шортовым своим позициям, убыточным. Маркетмейкер возвращает цену в этот ордер-блок. Допустим, вот здесь. Эта свечка здесь. Мы вернули цену в нее. И откатились наверх. То есть, они закрыли свои убыточные позиции, шортовые. И дальше двигают цену наверх. Или куда им там нужно. А куда им нужно двигать цену? Ну, предположим, ликвидность вот здесь. Это не сел сайт, это уже бай сайт. То есть, ликвидность на стороне покупателя. Свинхай. То есть, по центру самая высокая свечка. Справа сливать от нее более низкие максимумы свечек. Бай сайт ликвидность. Мы ее забираем. И дальше даем движение вниз. Уже к этому ордер-блоку. Здесь, здесь и дальше уже каша. Слапи-чапи. В будущем буду рассказывать, почему слапи-чапи тут было. Скажем, движение и туда, и сюда. Непонятное, да. Это все очень-очень сложно объяснить в одной лекции. У нас, скажем, я вообще подразумевал, что эта лекция будет такая простенькая. Но уже обговариваем такие термины, что... Сложный, в общем. Бычий ордер-блок. Это вниз закрытые свечи. Шортовые свечи. То есть, бычие... У нас есть быки и медведи. То есть, быки это long, медведи это short. Это бычий ордер-блок здесь. Почему бычий? Потому что он должен поддерживать цену от спада. То есть, при достижении этого ордер-блока цена должна идти выше. Это бычий ордер-блок, это бычий ордер-блок. Черные свечи, это у меня вниз закрытые свечи. Медвежий ордер-блок, это вверх закрытые свечи, которые должны поддерживать ценовое действие снизу уже. Допустим, видите, свеча вот здесь. Это самая чувствительная точка ордер-блока. Но ордер-блоком являются все эти зеленые свечи. Но самая чувствительная из них, это вот эта зеленая. Первое. Почему именно это? Да, потому что она имеет более высокое закрытие, чем эта свеча здесь. Вы записываете это в свои заметки, потому что это очень-очень ценная информация. Почему не эта свеча зеленая ордер-блок, а именно вот эта? И эти все свечи. Потому что эта свеча здесь, во-первых, она снимает ликвидность над максимум этой свечки. Во-вторых, она имеет более высокое закрытие. Это не последняя свеча перед спадом или ростом. Это не какая фигня, которую вы слышали раньше. Это настоящий ICT ордер-блок. Не последняя, not last candle. Которая имеет более высокое закрытие. Значит, что у нас также еще здесь есть? У нас здесь есть balanced price range. Для более, скажем, бывалых уже. Balanced price range – это там, где эффективность, была сбалансированная ее поставка. То есть и сторона покупки, и сторона продажи. Мы возвращаемся в эту зону здесь. Плюс возвращаемся в ордер-блок здесь. И даем откат вниз. Вниз куда? Ну, допустим, у нас есть свечка вот здесь. Тень свечки здесь. Мы в будущем поговорим об этом еще. Но это дискаунт-свечка, дискаунт-фитиль. Очень сложная для вас информация, я понимаю. Вот, но в четвертой лекции будем подробнее об этом всем говорить. Сейчас для новичков. Лекция вообще в целом. BPR, ордер-блок. Поддерживаемся. И падаем. Значит, пример бычьего ордер-блока. Опять-таки, почему не эта свеча здесь? В принципе, она может быть тоже ордер-блоком. Потому что она имеет... Для бычьего ордер-блока это более низкая цена закрытия. Для медвежьего более высокая цена закрытия. И чем больше этот ордер-блок, тем он влиятельнее. Потому что тут всего одна свечка, видите, тут всего одна черная свечка, то есть шортовая. А тут их целых четыре. То есть это, скажем, более выраженное движение вниз в цене. Поэтому именно эти свечки от открытия до закрытия, не по фитилям, а именно от открытия до закрытия. Именно это и является вашим бычьим ордер-блоком. Как мы видим, при подходе к области ордер-блока цена отскакивает вверх. Крупный игрок вернул цену в ОБ, то есть ордер-блок, чтобы закрыть свои шорт-позиции в безубыток. И дальше двигать цену вверх, но уже без убытков. Медвежий ордер-блок. Почему именно эта свеча вот здесь? Потому что она имеет более высокое закрытие. Не вот эти свечи вот здесь, нет, нет, нет и еще раз нет. Это не ордер-блок. Именно эти две зеленые свечи, это ордер-блок. Но самая чувствительная из них, это верхняя. Медвежий ордер-блок призван поддерживать ценовое действие снизу. Как мы видим, при подходе к этой области ордер-блока цена отскакивает вниз. Крупный игрок вернул цену в ордер-блок, чтобы закрыть свои лонг-позиции в безубыток. И дальше двигать цену вниз, но уже без убытков. Брейкер-блок и митигейшн-блок. Брейкер-блок – это блок прорыва. Это импульсивно пробитый ордер-блок после снятия ликвидности. В брейкер-блоке крупный игрок смягчает свои убыточные позиции. Брейкер и митигейшн призваны поддерживать ценовое действие. Митигейшн-блок, то есть блок смягчения. Это импульсивно пробитый ордер-блок, только уже без снятия ликвидности перед этим. Перед импульсивным пробитием ордер-блока. В митигейшн-блоке крупный игрок также смягчает свои убыточные позиции. Но митигейшн-блок не использует для торговли как отдельную структуру, как отдельный инструмент. Из-за малого процента отработки должен быть еще контекст. То есть митигейшн в основном используют еще с каким-то контекстом. Потому что просто митигейшн, как отдельную структуру, практически никто не торгует. Давайте посмотрим на примеры отработки брейкер-блока. Допустим, дайте мне найти на живом примере для вас брейкер-блок. Скажем, 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 скажем. Хочу какое-то более выраженное для вас найти, чтобы было проще. Давайте сначала на примерах покажу, что это такое вообще. Брейкер-блок. У нас есть buy-side-ликвидность. У нас есть движение какое-то изначальное. Образовываем максимум. Над этим максимумом находится ликвидность. То есть люди на прорыве готовы заходить вверх и теряют свои деньги. Но они не знают, что они будут их терять. Откат вниз. В этом откате вниз мы образовываем минимум. И образовываем как раз-таки наш ордер-блок. То есть какие-то черные свечи или зеленые. В общем, в зависимости от контекста. Это все можно инвертировать. То есть это сейчас медвежий ордер-блок, который должен поддерживать цену снизу. А есть бычий ордер-блок, который поддерживает цену, но уже сверху. Значит, мы образовали максимум. Над ним ликвидность. Пошли ниже. Образовали минимум. Сняли этот максимум. Эту buy-side-ликвидность. И импульсивно пробиваем этот минимум вот здесь. То есть теперь при подходе к этому минимуму здесь, мы должны уже поддерживаться этим брейкер-блоком здесь. И дальше продолжать нисходящее движение. Mitigation-блок. Все наоборот. Мы имеем начальное движение. Тут ликвидность сверху. Мы идем вниз, образовываем минимум. И не снимаем. То есть не идем выше этого образованного максимума. То есть мы не снимаем эту ликвидность вот здесь. Поэтому после импульсивного пробития этого минимума, это у нас становится mitigation-блоком. То есть блоком смягчения позиций. То есть крупные игроки возвращают свои убытки по шартовым позициям. Потому что, чтобы импульсно пробить этот ордер-блок, они открыли на очень большие объемы шартовые позиции или лонговые. В зависимости от какого, какой это вообще mitigation или breaker-блок. В общем, тут работает тот же термин хеджирования. Вот, думаю, более-менее понятно на графике, как это выглядит на графике. Как назло, ни одного примера. Так, дайте, дайте, дайте найти. У меня глаза разбегаются, потому что очень много вижу всего, но не могу найти то, что мне нужно. Так. Нет, они должны, они повсюду здесь есть. Почему-то я их не вижу, потому что у меня глаза разбегаются во все стороны. Так, 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 так. Ну, допустим, вот здесь. У нас есть какая-то начальная buy-side, ликвидность. Так, начальная buy-side, ликвидность у нас есть. Получается, мы, у нас движение наверх. Мы образуем минимум, снимаем ликвидность и пробиваем этот минимум. На более старших таймфреймах это импульсивно. Это всего лишь минутный таймфрейм. Допустим, если мы, ну, на трехминутке, потому что не буду стоять, потому что мы сейчас потеряем это место здесь. В общем, теперь, теперь вот эта свечка вот здесь, которая зеленая, потому что именно зеленые свечи поддерживают ценовое действие, да, и не прям только тело этой свечки, но еще и тени. То есть в брейкер-блоке уже работает логика именно с тенями свечек, не только тело, а еще и тени. Вот наш брейкер. Мы возвращаемся в этот брейкер вот здесь и даем дальнейшее нисходящее движение. Снимаем buy-side, пробиваем минимум. И дальше этим минимумом поддерживаем ценовое действие вот здесь. Откат, вот здесь откат. И, допустим, вот здесь вот мы торгуемся. Куда мы торгуемся? В BC или в Sib? Что это за имбаланс? Это имбаланс на стороне покупателя или на стороне продавца? Какая поставка ликвидности отсутствует в этом имбалансе? Это вопрос для вас. Правильно, это Sib, то есть sell-side imbalance, buy-side inefficiency. То есть в этом диапазоне вот здесь ликвидность была поставлена неэффективно на сторону покупателя. Анотации эти можно удалить. Значит, возвращаемся сюда. Торговые сессии. Самое важное в цене – это время. Потом уже сама цена. То есть без конкретного времени у нас не будет того или иного ценообразования. В трейдинге есть сессии. Азиатская сессия. 18.00-0000 NILT. То есть Нью-Йорк, local time. То есть местное время по Нью-Йорку. NILT. NILT, как хотите, так и называйте. Лондонская сессия с 2.00 до 5.00 по Нью-Йоркскому времени. UTS минус 4. То есть вы когда заходите на TradingView, вы здесь ставите UTC минус 4, Нью-Йорк. Только это. Это время биржи, по которым все и работает. Утренняя Нью-Йоркская сессия с 7.00 до 11.00 Нью-Йорк, local time. Обеденная Нью-Йоркская сессия. Многие из вас будут говорить, это с 12 до часу. Стрички. Ну как бы вы ошибаетесь. Потому что обеденная Нью-Йоркская сессия с 11.30 до 13.30. В этом промежутке мы можем торговать макросы. Я расскажу, что это такое. Обеденная. Тоже опять-таки Нью-Йорк, local time. Вечерняя, то есть PM, Нью-Йоркская сессия с 13.30 до 16.15. Нью-Йорк, local time. Для квартальной теории лондонская сессия с 00.00 до 6.00, Нью-Йорк, local time. И Нью-Йоркская сессия с 6.00. И утренний Нью-Йорк с 6.00 до 12.00. Утро по Нью-Йоркскому времени. Локальное время Нью-Йорка, eastern time, UTS минус 4 и так далее. Нью-Йорк, new week opening gap. То есть gap открытия новой недели. Образовывается каждую неделю с 17.00 пятницы, Нью-Йорк, local time, до 18.00 воскресенья, Нью-Йорк, local time. Отмечаем цену закрытия пятницы. Какой бы ни был последний принт цены в пятницу, сейчас я покажу, как это делать, в 17.00. И цену открытия, то есть первый принт открытия в воскресенье, в 18.00. Потому что в субботу у нас рынки не торгуются, кроме криптовалюты. По Нью-Йоркскому времени UTS минус 4, это и есть ваш gap открытия новой недели. NDOG, то есть new day opening gap, то есть gap открытия нового дня. Образовывается каждый день, то есть не каждую неделю уже, а каждый день с 17.00 до 18.00. Отмечаем цену закрытия в 17.00 каждого дня и цену открытия в 18.00 того же дня. Цикл жизни NVOG, то есть gap открытия недели 5 недель. Цикл жизни NDOG 5 дней. То есть это то время, когда эти области будут самыми чувствительными. Это не значит, что эти области могут быть уже, скажем, безразличны для алгоритма через год. Нет, вы можете их использовать и через год. Просто самая эффективная доставка и реакция от них будет именно 5 недель для NVOG и 5 дней для NDOG. Не учитывая праздники, выходные и новогодние каникулы для NVOG. Вот, в принципе, на примерах, это черная свечка здесь, то есть видите, верхняя линия и нижняя линия. Верхняя линия – это последний принт цены в пятницу в 5 вечера. 16.59, если по минутному графику смотреть, где каждая свечка – это 1 минута. Последний принт цены в пятницу и первый принт цены в воскресенье. Это у нас не просто gap. Это у нас liquidity void. То есть пустота ликвидности. То есть в этой области не то, что не было поставлено какой-либо из сторон. В этой области ликвидность не была поставлена от слова «совсем». То есть это фактический gap, неэффективность, которую график просто так оставлять не может. Он 100% придет в эту область рано или поздно. Он 100% придет сюда, чтобы поставить ликвидность и на сторону покупателя, и на сторону продавцов. То есть это liquidity void. New week opening gap. Почему gap открытие новой недели? Потому что эта свечка здесь верхняя. Это закрытие пятницы в 5 вечера. Это открытие воскресенья в 6 вечера. Этот час, ну скажем, один день и час – это у нас наш gap открытие новой недели. И если больше 20 хендлов, то есть дескрипторов, то есть пипсов, whatever, мы отмечаем, короче, по Fibonacci 0.25, 0.5 и 0.75. New day opening gap. Фиолетовая линия снизу и сверху. Endog high, endog low. То есть минимум endoga, максимум endoga. У нас он больше 20, то есть у нас он, видите, 18, 626, 25 и 18, 648, 25. То есть тут у нас 22 дескриптора. Больше 20, да больше 20. Поэтому мы отмечаем эту область по квотерам. 0.75, 0.5, 0.25. То есть нижняя четверть, верхняя четверть, середина и так далее. Это свечка здесь снизу, это цена закрытия в 5 вечера каждого дня. Это цена открытия здесь, то есть это верхняя линия здесь, это цена открытия в 6 вечера каждого дня. Разница между ценой закрытия и ценой открытия, каждого дня с 5 до 6 вечера, по нью-йоркскому времени, Это есть гэп открытия нового дня. И график стремится ребалансировать эту область и будет ориентироваться на нее еще 5 дней минимум. Видите, как он чувствительно отталкивается от уровней. Значит, сила трех. AMD и X-стадия. Power of 3 или сила трех. Это основная модель ценообразования, которая классифицирует определенные стадии на графике как А, М, Д или Х. А – это аккумуляция. Accumulation. Аккумуляция ордеров крупных игроков и умных трейдеров для дальнейшего их распределения. Манипуляция. Под буквой М. Манипуляция толпой неосведомленных трейдеров. То есть толпы, скажем, овец, людей, которые торгуют поддержку, сопротивление, прорывы, supply demand и так далее. Заставить этих тупых, скажем, трейдеров, извините меня из этих, заставить их подумать, что цена пойдет вообще в совершенно другую сторону. Это манипуляция. Манипуляция. Дистрибуция, то есть distribution, распределение позиций крупных игроков и умных трейдеров – это само основное движение после манипуляции. И Х-стадия – это стадия или разворота, или движения, или его дальнейшего продолжения. То есть это разворот, или дальнейшее продолжение в ту же сторону этого движения. Как это выглядит на примере? Аккумуляция, наша консолидация. То есть аккумулируем наши позиции. Манипуляция. График идет наверх. Люди заходят вверх, то есть в лонг, то есть на повышение. У них тут уже автоматически стоят ордера на покупку. Мы манипулируемся, заставить толпу подумать, что график пойдет вверх, дальше, что он будет расти. То есть аккумуляция, манипуляция и зеленым у нас распределение, то есть наш distribution. Это основное движение. То есть аккумуляция, манипулируем и основное движение у нас идет вниз. Тут они зашли вверх, а мы пошли вниз. Мы забрали их деньги, положили себе в карман. X-стадия, это у нас разворотное движение. То есть если бы мы тут продолжили движение вниз, это была бы X-стадия тоже. И тут она тоже, в общем, X-стадия делится на или продолжение движения, или разворотное движение. В данном случае это у нас разворотное движение. То есть аккумуляция, манипуляция, распределение, X-стадия. Пример сделки и отработки ордер-блока То есть это та же аналогия Видите, вот здесь два хая этих Два максимума Пример отработки ордер-блока Почему именно эта свеча? Потому что она имеет более высокое закрытие Чем эта свеча здесь Возвращаемся в зону ордер-блока Даем откат До SellSite ликвидности Забираем SellSite И даем откат наверх Это ли не алгоритм Структура рынка Фух Что-то я уже устал Так Значит STH STL ITH ITL LTH LTH И так далее Short term high Краткосрочный максимум колебания То есть STH Short term low Краткосрочный минимум колебания Intermediate Term High – среднесрочный максимум колебания Intermediate Term Low – среднесрочный минимум колебания LTH – Long Term High – долгосрочный максимум колебания LTL – Long Term Low – долгосрочный минимум колебания ИТХ и ИТЛ – это экстремум, то есть максимум или минимум Справа и слева от которого находятся краткосрочные экстремумы Либо экстремум, который выполняет ребалансировку неэффективности Сейчас на примерах покажу, что это такое LTH – LTL – экстремум, справа и слева от которого находятся среднесрочные экстремумы Один из факторов разворота может быть пробитие ИТХ и ИТЛ или ЛТХ-ЛТЛ На примере Не пугайтесь, тут очень много всего Значит, почему эта точка здесь – это ЛТХ Верхняя, вот мой курсор сейчас в левом верхнем углу – ЛТХ Смотрим сюда Почему это долгосрочный максимум? И какая вообще его роль? Справа и слева от него находятся среднесрочные Почему среднесрочные? Во-первых, это среднесрочные, потому что он Выполняет ребалансировку этой неэффективности вот здесь Во-вторых, он среднесрочный, потому что справа, слева от него находятся краткосрочные максимумы То есть он по двум критериям уже становится среднесрочным И этот тоже среднесрочный, почему? Потому что тут снизу маленький СТХ и тут тоже СТХ То есть Short Room High, то есть краткосрочный максимум колебания Когда у нас есть максимум справа, слева от которого находится среднесрочное Это долгосрочный максимум То есть этот максимум не должен быть перебит до снятия какой-либо из ликвидности снизу И когда мы его перебиваем, у нас как бы это сигнализирует о развороте движения ЛТЛ Long Term Low, то есть долгосрочный минимум колебания Мы не должны его пробить, как минимум до снятия предыдущего ЛТХ То есть вот этого Мы его пробили? Нет Мы сначала сняли этот ЛТХ И только потом, может быть, когда мы вернемся и пробьем его Значит, почему это ЛТЛ, то есть Long Term Low, то есть долгосрочный минимум колебания Слева, справа от него находятся ИТЛ, то есть среднесрочные минимумы колебания Почему они среднесрочные? Этот среднесрочный, во-первых, потому что он ребалансировал ГЭП вот здесь, слева Во-вторых, слева, справа от него находятся краткосрочные минимумы колебания То есть более низкие По двум формулировкам это уже среднесрочный Почему среднесрочный именно этот минимум колебания, а не этот? Потому что этот ниже Эту аналогию можете инвертировать и для ИТХ Тот, который выше, тот и ИТХ Значит, почему этот? Потому что слева и справа от него находятся краткосрочные минимумы колебания Но этот же ИТЛ тут, в свою очередь, является long-term load тоже Почему? Потому что это линии ИТЛ и это линии ИТЛ Слева, справа от него, от этого находятся краткосрочные минимумы колебания Это ИТЛ по формулировке своей уже, плюс он выполняет ребалансировку ГЭПа И эта штука здесь, эти минимумы здесь Это тоже ИТЛ То есть среднесрочный минимум колебания Справа, слева от него находятся более высокие минимумы колебания, краткосрочные Это делает это среднесрочным, это среднесрочным, а это, в свою очередь, долгосрочным Пробили ли мы его до снятия ликвидности вот здесь? Нет? К структуре рынка мы будем возвращаться еще очень много раз Это очень долгая тема для объяснения, но для ваших аннотаций Эту презентацию, если кому надо будет, я скину Вот Да, поехали дальше Примаркет рейнджес В примаркетах мы ищем относительно равные максимумы или минимумы При этом максимум или минимум, то есть экстремум слева должен быть выше или ниже, чем экстремум справа Сейчас объясню, что я имею ввиду Примаркет 7.007.30 Так У меня тут нуля нет, ну и ладно, пофиг Примаркет это 7.007.30 Примаркет это 8.008.30 И примаркет это 9.009.30 Оупенинг рейндж Это 7.008.00 Оупенинг рейндж это 8.009.00 И 9.30 10.00 В примаркетах ищем относительно равные максимумы или минимумы в качестве наших будущих целей Например Относительно равные минимумы То есть розовым видите отмечены примаркеты Это то время, когда у нас будут образовываться относительно равные экстремумы При этом более желаемая цель для графика Это экстремум, допустим, относительно равные минимумы Минимум слева должен быть ниже, чем минимум справа Это более желаемая ликвидность для графика Здесь Видите, это очень-очень гладкие максимумы Они не могут оставаться очень гладкими так долго Плюс у нас есть еще гладкий максимум здесь То есть эта область очень-очень гладкая Это очень сильное сопротивление для ритейл-трейдеров Для них тут сидит человечек, давит на цену, чтобы она шла вниз Но это все полная чушь Значит, при маркет-рэнже здесь Здесь и здесь Где образовались эти относительно равные максимумы? В при маркет-рэнже Где образовалась эта смуз, то есть гладкая аэрия здесь? В при маркет-рэнже Мы снимаем ее сначала Всю гладкость здесь мы снимаем Делаем ее неряшливой И идем за гладкостью вот здесь Снимаем ее И теперь таргеты у нас где? Buy side Ликвидность Это то, что происходит каждый день Никакая buying selling pressure Никакие волны эллиота Никакие фигни, индикаторы и так далее Вам не нужны Удалите их со своих графиков Отпишитесь там, я не знаю, от всех, кто вам говорит всякую чушь об этой теме Нет Нет и еще раз нет Ликвидность поставляется алгоритмом Это все алгоритмично И куда приходит эта свечка здесь? Минимум Максимум Снятие ликвидности Брейкер блок Мы возвращаемся в чертовый брейкер блок Ребят Это можно очень долго рассасывать Я буду это рассасывать очень-очень долго По ходу моих плейлистов А именно Реал смартмани плейлиста Он на канале Четвертая лекция скоро Свип Релативов Теперь целим Байсайт Еще раз Примаркеты Или скриньте Или презентацию Скину Как-то Кому нужно будет Значит Макрос диапазоны Макрос диапазоны Это короткие сделки Которые мы можем ловить Внутри дня Их у нас Они По сути С Пятидесяти минут Каждого часа До десяти минут Нового часа Но Самые Хайпробейки То есть которые самые Отрабатывают чаще всего Это Для лондонской сессии Час пятьдесят До двух десяти Это все время По нью-йоркскому времени Не по вашему Киевскому Московскому Белару Короче Не по-китайскому И так далее Это все Нью-Йорк Local time Локальное время Нью-Йорка UTS Минус четыре Eastern time Час Пятидесят Тире Два десять Утра Два пятьдесят Тире Час тридцать Утра Три пятьдесят Через час Десять Ой Три пятьдесят Час Четыре Десять Утра И Четыре Пятьдесят Тире Пять Десять Утра Нью-Йорк Local time Сейчас будут Примеры Макросов Для утренней Нью-Йоркской сессии 7.50-8.10, 8.50-9.10, 9.50-10.10, 10.50-11.10 и 11.50-12.10 это наш ланч макрос. 11.50-12.10. Утро. Обеда, как хотите. Для послеобеденной сессии не все так просто. 14.50-15.10, 15.50-15.45, 15.50-16.00 и 15.45-16.15. Точнее не 15.50-16.00, а 15.50-16.10. Из-за чего у меня так много опечаток, ну ладно. Главное, что я проговариваю это. Значит, да. Я вам скину, что отредактированную уже версию презентации, поэтому не парьтесь. Вот. Вот наш макрос. Этими линиями здесь отмечено 1.50-2.10. Для лондонской сессии 1.50-2.10. Селл-сайд ликвидность. Первую ликвидность, которую мы свипнем в этом диапазоне, мы просто ищем какие-то референсы. Во-первых, ордер блок плюс ОБ это бычий ордер блок. То есть он должен поддерживать цену нашу от спада дальнейшего. Мы свипаем ликвидность, то есть селл-сайд ликвидность вот здесь. Ордер блок. Почему не эта свечка здесь? Потому что эти свечки более значимые. Более значимые. И они имеют более низкое закрытие. Телами свечек мы остаемся в ордер блоке. Да, мы пошли ниже его центра, закрылись ниже центра. Но мы остаемся всем объемом именно в этом ордер блоке. Поэтому он все еще уважается. Даем отскок наверх. После свипа селл-сайд. То есть мы сделали ее неряшливой. Что у нас гладкое остается здесь? Относительно равное максимум здесь, здесь и здесь. Наш ВВГ. Наша неэффективность. Ордер блок. Здесь мы можем заходить, здесь мы можем заходить. ВВГ. Ордер блок. Ордер блок. Снятие селл-сайд. Байсайд здесь. Наша цель. Вот наш макрос. Четко в 2.10 мы снимаем этот байсайд вот здесь. Вся сила макросов. 50 минут каждого часа до 10 минут каждого нового часа. Для послеобеденной нерфской сессии, PM-сессии, немного там по-другому это все ходит. Но не суть. Вы записываете. Это очень как раз таки большая суть. В общем, язык мой враг. Да. Конец. Мы пришли к концу презентации. Да. В общем, это видео вам нужно будет пересматривать, я думаю, не раз. Вот. Ждите четвертой лекции. В четвертой лекции будет более подробное объяснение всего. И она будет очень-очень сложной. Вот. Но что вы делаете, когда вы закоете на графике? Это вы отмечаете, во-первых, премаркеты себе. Да, где есть buy-сайт, sell-сайт у вас на премаркетах. Отмечаете N-Vogue и N-Dogue. И график будет целиться туда, где большее скопление N-Vogue или N-Dogue. Также обратите внимание на первый имбаланс, который образовывается с 9.30 до 10.30. Ой, до 10.00. Потому что именно от этого имбаланса у нас в будущем будет реакция. 9.53 это с 9.30 до 10. Подходит? Подходит. Все. В общем, что вы делаете? Это просто заходите, отмечаете ликвидность, отмечаете премаркеты, как я делал это в презентации вот здесь. Премаркеты. Отвесы равные максимумы, минимумы, ликвидность, ордер-блоки и так далее. Структуру рынка. Вот. И таргеты. Или по дневному графику, или по часовому, четырехчасовому. Там есть ликвидность, там есть фитили свечек. Потому что фитили график воспринимает как гэпы. Допустим, брейкер-блок. Это он же ордер-блок у нас. Он же у нас. Тут есть неэффективность. Тут есть фитили свечек. То есть, тут была куча референсов для того, чтобы график пришел сюда. Куча N-Vog'ов, N-Dog'ов скопления. Вот. В общем, это пока что все в будущем. Объясню. Вот. На этом все на сегодня. Вот. Поддержите лайком видео и подпиской. У меня есть телеграм-канал и дискорд-сервер. Там я веду, как твиттер и сети ведет. И так далее. В общем. На связи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok